Говорить и писать правильно. Полвека назад ООН учредила Международный день грамотности. Основная цель праздника – повышение общего уровня владения словом. Филологи, люди, для которых язык и профессия, и стиль жизни, отмечают, что грамотных людей становится все меньше, а умение красиво выражать свои мысли – удел единиц. Наблюдается пренебрежение литературной нормой. И отмечается вульгаризация языка. И это очевидно. Жаргун просто заполонил. Иногда не понимаешь, о чем речь. Или много вот этих заимствований, без которых, казалось бы, можно обойтись. Доцент кафедры русского языка Светлана Зайцева уверена, что грамотное владение словом кратно повышает культурный уровень человека. Проблемы с речью есть не только у рядовых граждан, но и у студентов-гуманитариев. Один из ярких примеров пренебрежительного отношения к правилам правописания – общение в социальных сетях. Ну и специалисты, не только я, считают, что выход один – больше общаться. И общаться, стараться общаться грамотно. Потому что грамотная речь всегда более престижна. Грамотным людям больше доверяют. Еще одна проблема, которая волнует языковедов – неправильное ударение. Ходят в туфлях, покупают торты и, пожалуй, самое распространенное – звонят. На этом пробелы в знаниях, конечно, не заканчиваются. Исправьте, пожалуйста, ошибки, которые здесь есть, которые вы увидите. Мета-морфозы. Исправляем? Исправляйте. По-моему, так. Дисквалификация. Дисквалификация. По-моему, так. Целлюлоза. По-моему, целлюлоза звонила здесь. Я вообще сейчас говорить не буду. Ну чего? Ну давайте, решайтесь. Ну давай, ставь тебе L. Вы когда общаетесь в интернете, вы расставляете, знаете, припинания, точки? Да, стараюсь очень расставлять. А как вы относитесь к тому, что ваш собеседник, может быть, как-то не совсем грамотно пишет? Стараюсь быть более лояльной человеку. Иногда, если прям уж очень сильно неграмотный человек, стараюсь немного исправить его. Как часто вообще вы читаете книги? Какие? Ну, художественную литературу довольно часто. Какие, что вы предпочитаете? Отечественную, отрубежную? По-всякому, под настроение. А поподробнее что любите? Ну вот недавно Ремарка читал. Как его называют? Еще забыл книжку. Гладиатор, Дилогия. Но это не у него, соответственно. Хорошо, а вы что читаете? Ну, я предпочитаю в основном пересчитывать. Редко, когда я новые какие-то книги читаю. Я из российской литературы художественной люблю. Ну, вот, например, «12 стульев». Закономерный вопрос, почему в некогда самой читающей стране в мире такой низкий уровень грамотности? Возможно, читать стали меньше. Вот и позабыли великий и могучий. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.